Привет, боец! В этом видеоуроке я тебе покажу три варианта довольно-таки интересных и необычных выхода из клинча. То есть это должен знать каждый, от новичка до опытного бойца, как выйти из клинча, когда тебя схватили за голову и пытаются уже всадить колено. То есть ты должен уметь быстро и четко разорвать этот захват или как-то перехватить инициативу свою. Подписывайся на канал, ставь лайк. В конце этого видео и под видео есть ссылочки на видеокурсы, которые ты можешь получить и вырасти как боец. Удачи в тренировках! Итак, три варианта выхода из клинча, вернее не то чтобы выхода, а разрыва из клинча. Очень важный момент этот разрыв клинча, так как забирая голову противника, начинается жесткая работа в тайском боксе. Это работа коленями, это наклонить голову, полностью пробить колено в голову. От этого всего надо уходить. Самое первое, самое важное, это не опускать голову. То есть когда противник идет, забирает, старается забрать голову отсюда, надо максимально стараться голову забросить назад. То есть не отдавать. Понятно, что когда мы ведем поединок, мы стоим с опущенной головой. То есть подбородочек поджат, для того чтобы не получить удар. Но когда вот такая работа пошла за голову, раз, мы стараемся сразу выгнуться и подобраться максимально близко к противнику. То есть поджаться. Это первая защита, первое самое главное, что надо сделать. А сейчас мы рассмотрим именно варианты, когда так уже получилось, что забрал противник голову. Самое первое, самое простое, это отжать противника. То есть двумя руками мы просто давим на подбородок и стараемся свернуть голову в сторону. Этот вариант, он практически всегда проходит, так как противодействовать этому движению противник очень тяжело. Потому что голова, да, она не может удержать силу наших двух рук. А когда мы сворачиваем ее, мы отжимаем полностью и сами поднимая голову, уходим назад и как бы отталкиваем противника за голову. То есть сворачивая голову, противник не может там упереться, сопротивляться. Если мы будем давить в лоб, понятно, он упрется и все. Как бы да, мы будем ботаться кто кого, но при этом я буду получать еще 10 ударов колени. А когда работа идет за голову, я просто сворачиваю его и разрываю. Вариантов как бы у нас нанести удар до с другу нету, но проиграв внутренний захват за голову, у меня есть вариант для того, чтобы разорвать, уйти, да, и дальше как-то работать. Второй вариант более сложный технически. Но очень интересный. Это разрыв клинча плечом. То есть его суть какая? Неважно, правое, левое плечо. Это чуть-чуть как бы поднять плечо и закусить его руку между плечом и головой. И потом сделать поворот в корпус. Вот такой. Это выламывает руку противника и как-то удержать захват становится очень тяжело. Потому что в таком положении у него рука согнута и я своим плечом как бы воздействую на его локоть в сторону. Я давлю его локоть в сторону и рука выламывается начиная с локтя и плеча. А то же самое я делаю и под правое плечо. Я сюда взял, он уже пошла работать. И я просто плечом выламываю ему руку. И разрываю как бы резким движением захват. Если противник будет жестко меня держать, или руки будут не на затылке, а где-то на шее, я могу ему даже сделать выверх кисти. Ну, конечно, в перчатках это сделать не так, скажем, как-то повредить руку сложнее. Но если такая работа, как для ММА или для самообороны на улице, то вероятность есть. Здесь как бы плотная работа. Я головой и плечом вот тут хватаю его как бы руку, просто поднимая плечо и прижимаю к подбородку. И дальше резким движением корпуса, просто поворачивая весь корпус, вырываю этот захват. Итак, третья фишечка. Это наиболее травмоопасная фишечка, которую мы будем делать. Когда противник забрал клинч, внутренний захват, твоя задача просунуть одну руку вовнутрь. Неважно, правую или левую. И когда я уже просунул отсюда, я стараюсь вместе рукой, с рукой просунуть и свое плечо. То есть я туда как бы боком залажу, полностью сбоком. И отсюда, когда мое плечо уже будет немного выше локтя, я свою руку забрасываю на его руку и втягу ее вовнутрь, вылагаю ему лок. То есть это такой залом как бы. Второй рукой я уже здесь придержу, держу. И отсюда уже работаю как я хочу. То есть бью или колени, или бью локоть. Но главная суть в том, что я своей рукой держу его локоть. И контролирую, да, такой как ментовский залом, скажем так. То есть я просто держу его локоть под локоть и контролирую противника. То есть для этого самое главное влезть боком сюда, между его рук. То есть проиграл внутренний захват. И я сюда залез, ап, и сразу ручку поджал. Конечно, он может ее успеть выпрямить, как-то сюда уйти. Но суть, суть главная в том, что я разорву его захват. Конечно, может не получиться четкий такой залом, да, что он прям будет держать. Если он сразу руку расслабит, там как-то, вот выровняет, да, завернет назад, залом не получится. Но главная суть получится в том, что я разорвал этот захват. А отсюда уже, имея его руку снизу, там, я могу его заклинчевать, обработать коленями, где-то бросить, там, как захочу, в общем, дальше работать. Но разрыв клинча я сделаю в свою главную цель. Поэтому эти три фишечки обязательно нарабатывай. Они очень полезные, эффективные и обязательно помогут тебе в таких ситуациях, когда в голову проиграл. Потому что проиграть голову в клинче – это очень страшная вещь, так как коленями могут засыпать так, что не проснешься. Удачи в тренировках!